А теперь мы с вами поговорим о синхронных подходах. Синхронные подходы – это достаточно недавний феномен. Появляются они уже в 20 веке. И на самом деле, когда мы об этом говорим, тут все-таки нужно учитывать определенную хронологию. Смотрите, диахронические подходы – это ранние методологии. Синхронические подходы – это более поздние методологии. В середине 20 века мы начинаем видеть возникновение синхронных подходов. Это подходы, в которых ученые пытаются интерпретировать библейский текст как единое целое. Например, бытие – это единое произведение. Соответственно, и исследовать его, и толковать его нужно как единую книгу. И существуют в этом плане разные подходы. Один из этих подходов происходит из антропологии. Называется он структурализм. Я о нем скажу, хотя на самом деле вы не так часто его увидите. Главным образом скажу о нем, потому что он помогает нам понять некоторые моменты, которые происходят в других системах. Итак, структурализм возник из антропологии. И он ставил своей задачей стремление понять, как действует коммуникация в той или иной культуре. Смотрите. Есть кодирование, есть код, есть раскодирование. То есть такой процесс. Есть инструмент кодирования, или кодировщик, код и раскодировщик. Получается некий процесс. И выглядит он примерно так. Так, смотрите. Если понять коды, системы кодов, если понять коды, тогда можно понять, каким образом люди выстраивают коммуникацию. И можно выполнить перенос из одной культуры в другую. Можно понять, как все это устроено. То есть, прежде всего, это, конечно, этнологическая модель понимания. Однако, в результате эта модель была перенесена на многие другие предметы, многие другие системы. Прежде всего, на систему семиотики. Это система знаковая. Знаковая система, или наука о знаках семиотика. Итак, структурализм возник из этнологических и лингвистических корней. Его интересует, прежде всего, возможность понять идеологическую систему или идеологическую основу кодов. Более того, эта система интересуется тем, что интересована тем, чтобы понять идеологическое построение текстов. То есть, не столько поверхностную структуру, не столько форму, не столько риторику, не столько грамматику, не столько синтаксис, потому что это поверхностное все. А вот тут нас интересует идеология, тут нас интересует та идеология, которая передается через этот текст и которая производится этот текст. Структурализм был очень важным движением, в какое-то время он даже был модным, а потом он переродился в семиотику. Кстати говоря, многие ранние структуралисты стали специалистами в области семиотики. Например, Роман Барт был сначала структуралистом в свои ранние дни, раннем творчестве, а потом он стал семиотиком. И смысл этого метода заключается в том, что есть поверхностная структура, есть глубинная структура, а структуралисты заинтересованы именно в глубинной структуре. Кстати говоря, действительно существуют глубинные структуры, действительно существует глубинная идеология текста, и разбираться в этом вполне можно и нужно. Иногда в наших евангельских кругах самомыслие об идеологии считается какой-то неприемлемой, это как табу такое. На самом деле, конечно, это вполне уместные вопросы и вполне уместно с этим разбираться, этим заниматься. Но для того, чтобы понять идеологию, для того, чтобы погрузиться в глубинные структуры, нам нужно понять также поверхностные структуры, потому что именно поверхностные структуры передают вот эти глубинные структуры. То есть есть здесь такое отношение между ними. Итак, организованная мысль, организованный смысл, который стоит за этими символами, все это нужно расшифровать. Существует некий смысл за символами, смысл за знаками. И у нас получается некий код, при помощи которого можно выстроить или найти глубинную структуру, которая лежит под поверхностными словами, поверхностными выражениями автора. Это, кстати, очень хороший старт. Кстати, когда я читаю структуралистов, я вижу, насколько это бывает полезно. Некоторые наблюдения для нас с вами весьма полезны. Так что здесь очевидный плюс. Однако эти люди пренебрегают поверхностными структурами. Я думаю, что именно поэтому структурализм как система потерпел поражение. Дальше. Новые критические исследования. В 50-е годы 20 века в университете Чикаго люди активно занимались риторическим критикой, критикой риторики. В 50-е годы вышло важное основополагающее исследование. И авторы его ссылались прежде всего на риторику Аристотеля. Если вы не знаете, что такое риторика Аристотеля, я думаю, что есть смысл вам почитать Аристотеля. Есть вам смысл прочитать его риторику и прочитать также его поэтику. И Квинтилиана, конечно, тоже есть смысл почитать. Латинского автора, римского автора. Он весьма впечатляющие наблюдения высказывает по поводу риторики. Мне на самом деле очень полезно было изучать и Аристотеля, и Квинтилиана. Так что... И вот авторы в Чикагском университете, Уэллик и Уоррен, как раз применили подход Аристотеля к тексту. Они рассматривают текст как произведение риторики. Они читают Священное Писание. Да, кстати говоря, само это направление, новые критики восходят, конечно, к Эллиоту. Во времена Эллиота такая критика была новая. Почему новая критика? Потому что это новое критическое направление времен Эллиота. Так вот, авторы пытаются рассматривать библейский текст как единое ораторское произведение. И на самом деле риторическая критика, с одной стороны, формализм, исследование формы, с другой стороны, российский формализм, в частности, исследование формы. Все это проявление той самой новой критики. И все это оказалось полезным для исследования Священного Писания, потому что оно указывает, как части связаны с целым и как происходит коммуникация. На самом деле это, конечно, первый вопрос. Как текст говорит то, что он говорит? То есть не только то, что он говорит. То есть вопрос не только в том, что вы говорите, но как вы это говорите. Мы, родители, часто это детям говорим. Вопрос не в том, что ты сказал, а вопрос в том, как ты это сказал. Вот по сути новая критика, она как раз об этом. Не в том, что говорится, а в том, как это говорится. Ну, мы подростку можем сказать, так, вот твой тон, следи за твоим тоном. Не то, что ты говоришь, а то, как ты это говоришь. Если это перенести на литературные произведения, то получается такая штука. То есть не в том, что говорится, а в том, каким образом выстраивается сам акт коммуникации для обеспечения эффективной коммуникации. То есть всякий человек, который задается этими вопросами, на самом деле, так или иначе, придет к риторической критике. Однако риторическая критика, как и другие синхронные методологии, зачастую виновен в антиисторичности или в отрицании историчности. То есть люди смотрят на текст, они смотрят на целостное содержание текста, но при этом они не задают исторических вопросов по этому тексту. И вот за счет этого их интерпретация, их толкование, естественно, проигрывает. Смысл-то вот в чем. Есть некий автор текста. И этот автор доносит коммуникацию в своем контексте. Итак, есть автор и есть текст. И текст также коммуницирует в своей культуре. Его коммуникация успешна. И есть читатель. Если мы пренебрегаем каким-либо из этих элементов, то у нас получается ущербная герминевтика. Итак, новые критики, на самом деле, с одной стороны, стали замечательной альтернативой критике формы, критике источников, но они пренебрегают историческими данными. И вот это представляет проблему, потому что они действительно вытаскивают текст из его исторического контекста. Наша задача интерпретировать текст в его первоначальном контексте, с учетом первоначальных предполагавшихся читателей. И также, поскольку это Священное Писание, мы хотим, чтобы текст обращался и к нам тоже. То есть, с одной стороны, любое чтение Священного Писания, которое предполагает ответ современного читателя, это тоже вариант такой новой критики. Но при этом нужно же учитывать и контексты, и автора, и первоначального читателя. Есть и другие подходы. Я сейчас не буду в это углубляться. Существуют, например, феминистские подходы. В 70-е, 80-е годы прошлого века феминистские авторы действительно говорили очень полезные вещи. И это, например, мысль о том, что вот я женщина, и я заметила вот это в тексте. Да, спасибо, для нас это очень важно. А с другой стороны, у нас сегодня есть радикальные феминистки, радикальные феминистские подходы, с которыми я не хочу иметь ничего общего. Я враг этих подходов, потому что я мужчина, я белый, я никто религии принадлежу, ну и так далее. Да, вот по многим причинам вот эти герменевтические подходы... Смотрите, если у вас получается герменевтика, к которой не могут присоединиться другие, то это плохая герменевтика. С этой герменевтикой что-то не так. Потому что хорошая герменевтика должна быть приемлемой в разных культурах, в разные исторические эпохи и так далее. По этому поводу все. Дальше. Были также антропологические подходы. Я не буду об этом подробно говорить. Но были этнологические, социологические подходы, особенно к некоторым частям текста, к некоторому материалу. Наверное, можно было подробно об этом беседовать, говорить о различных этнологических, социологических подходах, которые применялись к Ветхому Завету. Но многие из этих подходов основаны на конкретной методологии, конкретном антропологическом прочтении. Если вы будете читать тексты по социологии, вы узнаете, что одна теория не может представлять собой Евангелие. Потому что теории есть разные, теорий есть много. И в антропологическом подходе всегда существует и сосуществует несколько теорий. Занимаясь антропологией, мы в любом случае используем несколько теорий. Я хочу привести вам конкретный пример того, как это применялось к Ветхому Завету. Ну, например, структура путешествий. Здесь антропологи много поработали. Да, кочевничество, структура кочевничества. Есть самые разные модели, самые разные объяснения. И вот о структуре кочевничества, о структуре миграции населения в мире Ветхого Завета немало написано. И, кстати говоря, вот эта миграция населения была важной составляющей частью жизни Ближнего Востока в древности. Как раз здесь нужно вспомнить о том, насколько связан был Ближний Восток с другими географическими регионами. Так что перед нами действительно насыщенное общение, насыщенный обмен. Кстати говоря, когда речь заходит о происхождении современного Израиля, есть такое понятие коренные израильтяне. Вообще модель коренного израильтянина. Я думаю, это не вполне точная модель. Потому что есть и другая модель. Это, скажем так, странствующий израильтянин. Дело в том, что если мы говорим о коренных израильтянах, то мы пренебрегаем вот этой миграцией населения. А миграция населения была и тогда, и остается сейчас. Так что, говоря об Израиле, конечно, нужно учитывать миграцию населения. Мы с вами будем говорить о Ханаане. И я поговорю также, расскажу вам о некоторых миграциях, которые там происходили, за счет которых, собственно говоря, и возникло это этническое многообразие перед тем, как Израиль вошел в эту землю. И все это может быть весьма полезным. Зачастую этим игнорируют, этим пренебрегают. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Сегодня мы с вами живем в то время, когда многие читают Священное Писание и другие тексты, прежде всего, с точки зрения читателя. Я об этом здесь ничего не говорю, но хочу здесь кое-что прокомментировать сейчас во время лекции. А можно по-разному читать тот или иной текст? Теперь вопрос. А кто производит смысл? Кто производит значение? Автор или читатель? И многие сегодня говорят о том, что смыслы производит читатель. То, как вы профильтровываете этот текст, то, что вы видите в этом тексте. На основании этого многие говорят о том, что смысл производит читатель. И это некая современная идеологическая позиция, на которой стоит читатель, когда работает с текстом. Есть огромное количество примеров разных чтений, разных прочтений. Для сторонников такого современного подхода любое прочтение приемлемо, потому что не бывает истинного, единого прочтения. Прочтение всегда зависит от читателя. Каждый понимает тот или иной текст по-своему. И дальше вы не можете критиковать мою интерпретацию, потому что моя интерпретация настолько же легитимна, как и ваша интерпретация, потому что смысл, значение субъективный, и, соответственно, нельзя сказать, где хорошая интерпретация, где плохая интерпретация. Я считаю, что мысль о том, что смысл субъективен, ошибочна. Ошибочна она на очень простом уровне, на уровне лексикографии. Тут давайте вспомним это старое такое понимание, что у слов есть значение. Слово имеет значение в контексте. Ни одно слово не может иметь того значения, которое вы просто хотите в него вложить. Нельзя заниматься тем, чем некоторые люди занимаются с текстом. То есть возможно нелегитимное, неправильное прочтение, возможно неправильная интерпретация. И существует процесс валидации, процесс подтверждения интерпретации, ну по крайней мере позволяющий нам найти более вероятное прочтение по сравнению с другими менее вероятными прочтениями. И в современной церкви, я также скажу, что в современной церкви во многих случаях, а перед нами такое экзегетическое пиетистское прочтение. То есть люди читают Библию с таким благоговением, ожидая благословения, но все это сосредоточено на экзистенциальной реакции на текст. То есть реакция, которая исходит прямо сейчас и прямо от меня, без учета первоначального смысла, без учета первоначального значения. Во многом это, конечно, результат неверного применения Библии в церкви, когда люди действительно стали пренебрегать первоначальным контекстом, стали просто думать о том, что это значит здесь, сейчас и для меня. Получается, здесь также определенное непослушание. Люди не готовы к тому, что Дух Святой будет им открываться, а не готовы подчиняться Святому Духу. Кстати, на самом деле, идолослужение, идолопоклонство пронизывает нас гораздо глубже, чем мы можем себе предположить, представить. на протяжении многих лет я понял, насколько глубоко сидит идолопоклонство личного мне. Мы об этом будем говорить, особенно, когда дойдем до десяти слов, до десяти заповедей. Но, смотрите, в церкви сегодня есть вот это экзистенциальное пиетиское прочтение Священного Писания, такое ультраблагочестивое прочтение. Во многих случаях оно доминирует и оно приносит вред Церкви, огромный вред, потому что люди не пытаются исследовать контекст Священного Писания, первоначальный контекст, первоначальный смысл. Вот такой короткий обзор этих различных подходов, которые вы встретите в комментариях, в статьях и так далее. И, кстати, чем ближе вы будете исследовать различные статьи, материалы, тем больше вы увидите разного. Вы увидите очень-очень полезные материалы, вы увидите менее полезные материалы, вы увидите совершенно бесполезные и даже вредные материалы, по поводу которых ты думаешь, а зачем это в принципе печатали? То есть и это называют ученостью или научными исследованиями. Многие люди, которые занимаются сегодня вот этой новой критикой, критикуют также прочтение, личное прочтение, отчасти потому, что не понимают, что это такое, отчасти потому, что воспринимают его как угрозу на своем поле исследования. Ну, это такое короткое исследование, короткий обзор. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok